В эфире программа «Наше всё». Меня зовут Марина Орлова. Здравствуйте! Мы продолжаем обсуждать в этой студии самые спорные вопросы о здоровье, развитии и воспитании наших детей. Тема нашей сегодняшней программы не вызывает у большинства родителей однозначного ответа – да или нет. Звучит она на первый взгляд просто. Нужно ли помогать ребенку с уроками? Кто-то считает, что ни о какой помощи не может быть и речи, иначе ребенок вырастет несамостоятельным и всегда будет рассчитывать на чью-то помощь. Кто-то, наоборот, считает, что помогать нужно обязательно, чтобы ребенок не упустил чего-то важного и не чувствовал себя одиноким и беспомощным. Так кто же все-таки прав – помогать или не помогать ребенку с уроками? Разберемся в этом сегодня вместе с экспертами и нашими гостями. В начале программы я представлю наших экспертов. Сегодня в нашей студии заместитель директора лицея номер 11, учитель года Дона 2018 Дарья Валерьевна Рогова. Дарья Валерьевна, здравствуйте. Психолог Европейского реестра Екатерина Трофимова. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. И практикующий психолог, заместитель директора регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ступени успеха Валерия Сергеевна Стольникова. Здравствуйте, Валерия Сергеевна. Добрый день. Рада вас видеть. Думаю, что вы поможете разобраться нам в этой нелегкой, непростой, так скажем, теме. А вначале хотела бы узнать, как считают наши гости. Вот поднимите руку те, кто считает, что помогать ребенку с уроками нужно обязательно. Так, хорошо. Чуть позже мы это обсудим более подробно. И все-таки, кто считает, что детям с уроками помогать не нужно? Сами справятся, самостоятельнее будут. Отлично. Хорошо. Хорошо. Да, чуть позже обязательно хотим услышать ваше мнение. Ну, а пока, друзья, посмотрим наш опрос. Дело в том, что мы вышли на улицу Ростова и спросили у наших ростовчан. Задавали мы такой вопрос. Нужно ли помогать ребенку с уроками? И что мы услышали, увидим сейчас на экране. Безусловно, нужно. Особенно, когда дети еще маленькие, они только начинают учиться. Их нужно дома вводить в курс дела, что они не успели усвоить в школе. Нужно все повторять, все им помогать. Обязательно. Почему? Чтобы лучше усваивало материал. Надо помочь, чтобы он был уверен дальше. А то так пропустит что-то, и потом вообще у него неправильно все пойдет. Конечно нужно. Почему? Потому что сам ребенок не справится. Я свое детство помню просто. Потом, да, ну, в начальных классах, конечно, а с пятого класса уже можно не помогать. Я считаю, что нужно помогать. Хотя бы чуть-чуть, но, да, как-то подталкивать, что-то объяснить, если непонятно. Обязательно. Обязательно нужно помогать с уроками. Я вообще считаю, что учиться нужно насильно. Если детей не заставлять, и если им не помогать, они ничего делать сами не будут. У меня есть ребенок, и учится он под моим надзором, хорошо и плодотворно. Я считаю, что первый, наверное, первый, второй, третий класс можно помочь немножко, научить. Ну, да, в начале. А последующий нет. Пусть ребенок там справляет. Ни в коем случае помогать с уроками насильно нельзя. То есть обязательно нужно спросить, тебе нужна помощь? Вот я говорю, дочке спрашиваю, я говорю, доча, тебе нужно помочь? Она очень редко просит помощи, но она всегда об этом просит сама. Конечно нужно, обязательно нужно помогать, только в меру. Важно не мешать и как бы видеть, что желание у ребенка есть, и не отбить его. Самое важное – вызвать интерес. И все, в этом весь секрет. То есть если вызовешь интерес и будешь рядышком, то все будет отлично. Я думаю, что нужно. Почему? Потому что ребенок сам не может решить этот вопрос. Ему нужно не именно дать ответ на этот вопрос, а натолкнуть на правильный нос. Я думаю, что детям нужно помогать, потому что это не только помощь с уроками, также взаимодействует общение между родителем и ребенком. Ребенок чувствует поддержку, чувствует себя более уверенным. Мне, наверное, до определенного момента помогали с учебой, а дальше я сама. Я думаю, что нужно, но не прям совсем все время, чтобы они тоже сами делали, но где-то что-то из-за сложности помогать, подсказывать. Я думаю, нужно. Почему? Я тоже помогала. Ну, не знаю. Все равно нужно. Есть же дети неусидчивые, с которыми нужно посидеть, позаниматься, чтобы терпение хватило. Я думаю, что... Из шести у меня внуков с одной внучкой мы занимались, а остальные тянут все сами. С такой программой мы, знаете, мы уже прям и не помощники. Там такие программы, что от нас помощи мало, но хотя бы контроль какой-то обязательно нужен. Причем и материально нужно помогать. Не просто, значит, там по учебникам, по программам, но и деньгами нужно помогать детям. Я считаю, что в современной программе не то, что нужно, обязательно надо помогать, потому что программа с нами таким образом, что дети вообще ничего не понимают, то, что написано в учебнике. Нет, однозначно нет. Потому что, если вы хотите это делать все 10 лет и делать за него уроки, а в итоге получить ребенка, который будет лежать на диване в 16 лет и ничего не хотеть, то... Он сильно удрирует. Может, нет, это итог. На самом деле это итог будет. А ребенку с первого класса нужно отдавать ответственность на все уроки, ставить будильник, давать тайны на какие-то определенные занятия. Ну что ж, друзья, вы сами все видели, вы сами все слышали, мнения разошлись. Кто-то считает, что помогать нужно, кто-то считает, что помогать нужно, но только в меру. Где эта мера? Сейчас будем разбираться. В вопросе также звучала фраза «учиться нужно насильно, если не помогать, дети ничего не будут делать». Также было мнение, что категорически не помогаем, иначе ребенок вырастет. Не самостоятельным. Дарья Валерьевна, вы же поняли, что начнем мы сегодня с вас. Как у учителя мы с вами, мы у вас и спросим. Так помогать или не помогать? Вот в чем вопрос. Наверное, здесь одного какого-то рецепта нет. И с другой стороны, мне хотелось бы дать определение вообще слову «помогать». Потому что, на мой взгляд, родители, у которых спрашивали на улицах, каждый по-разному, разный вид вкладывал смысл в слово «помогать». Кто-то считает, что «помогать» — это взять и сделать за ребенка. Согласны со мной? В ответах они говорили «нет, конечно, нам не нужно, потому что он потом сам не сделает» и так далее. Так ли это? На мой взгляд, все-таки «помогать» значит сопровождать и поддерживать. Например, если ребенок обращается к вам с просьбой помочь ему с упражнением, могу, да, я задать вопрос родителям в зале? Конечно, конечно. Вот как вы отреагируете? То есть что для вас значит «мама, помоги мне с упражнением»? Кто готов ответить? Да. Меня зовут Говорова Наталья, я мама троих детей, старшему 17, младше 6. И есть с чем сравнивать. Для меня, допустим, вот ваш вопрос — это вникнуть в упражнение, разобраться в нем и рассказать как-то своими словами, объяснить и довести, чтобы ему было понятно. Но не всегда есть возможность разобраться в программе старших классов особенно. Наталья, скажите, а как вы считаете, может так случиться, что вы увидите упражнение и его суть не так, как это видел автор учебника, например? Да, конечно. А может так случиться, что ребенок с другим своим жизненным опытом увидит смысл этого упражнения иначе? Безусловно. Все, может быть. Вот на мой взгляд, сама формулировка такая, например, «помоги с упражнением», она достаточно неконкретная. И тогда действительно, ну вот, я бы сделала точно так же. Вникла бы и рассказала, вот я понимаю, это упражнение так. Но ведь, возможно, у ребенка свой взгляд, особенно если это касается предметов, таких как литература, например, да? Что хотел сказать автор, а что хочет понять, что хочет увидеть в этом ребенок? Это совершенно разные вопросы. И на мой взгляд, вот имеет смысл в слово «помогать» вкладывать именно поддержку. Например, а что конкретно у тебя не получается в этом упражнении? Вот если в этом упражнении ты не можешь расставить запятые, давай подумаем, к каким источникам мы можем обратиться. Может быть, мы откроем справочник и посмотрим правила там расстановки запятых в сложносочиненном предложении, да, или еще что-то. И помогать, на мой взгляд, стоит конкретно. И вот я согласна с теми родителями, которые говорили о том, что ребенок должен попросить о помощи. Я считаю, что это правильный подход. То есть насильно помогать, я считаю, что нет смысла. Спасибо большое. Друзья, кто-то из вас, все мы родом из детства, да, все мы помним себя в школьные годы, когда мы делали уроки. У кого-то что-то получалось, у кого-то что-то не получалось. Кому родители, именно родители помогали с уроками, а может быть, вы этого не хотели или наоборот хотели? Кто хочет поделиться, вспомнить себя? Добрый день, меня зовут Пенешкина Екатерина. Да, вспоминая свое детство, я хочу сказать, что мне на помощь всегда приходила моя мама в таком предмете, как литература. Если нам задавали какие-то большие произведения, то я отпрашивалась у нее погулять. Мама быстренько читала. И потом, когда я возвращалась с вечерней прогулки, она мне очень близко к тексту пересказывала. И были такие случаи, когда мои одноклассники спрашивали, как, ты сегодня готова, ты получила, допустим, пятерку. Ты же с нами весь вечер гуляла. И вот мама была моей маленькой тайной. А были случаи, когда мама, например, не успевала по каким-то причинам помочь с литературой? Да, конечно, были. Обижались на маму в этом случае? Нет, я не обижалась, но я просто отказывалась от прогулки и все делала сама. Нет, я ей безумно благодарна. И сейчас я также помогаю своему сыну с уроками. Спасибо большое. Ну что ж, продолжаем разбираться. Опрос мне, на мой взгляд, такой очень показательный. И много мне не звучало. Вот по поводу помогать насильно, иначе вообще не справится ребенок, упустит что-то важное. Екатерина Владимировна, вот прям насильно помогать. Потом спасибо скажет. Я бы сейчас начала с того, что мотивация ребенка базируется на трех китах. Это его физиологическая зрелость, то есть то, насколько его мозг готов воспринимать информацию. Здесь сроки чуть-чуть разные немножечко у детей. Это психологическая зрелость, то есть возможность быть усидчивым, включать волю для того, чтобы заниматься и интересным, и нужным. Ну и третий кит – это педагогическая составляющая, то есть то, насколько ребенок вообще подготовлен к школе, то, насколько он активно посещал секции, то, насколько он вообще привык к учебному процессу. Если выпадает хоть один из этих элементов, то такому ребенку, конечно, нужно помочь, стать на ноги для того, чтобы передать ответственность за его уроки в последующем в его руки. Если говорить о насилии, в данном случае насильственной помощи, как говорят психологи, догнать и нанести добро, то это родителями расценивается как скоропомощной способ. Заставлю и освобожу свое личное время. Заставлю и освобожу свое личное пространство. Недавно у меня была на приеме семья, где, знаете, такая частая жалоба. Он у нас ничего не хочет. Он не хочет ходить ни в какие секции, сказал отец, разводя руками. Я решила этот вопрос за две секунды. Я задала только один вопрос мальчику. Как вы думаете, какой? Я спросила его, если твой папа будет ходить с тобой вместе на спортивной секции, какую секцию ты выберешь? Он повернулся и со слезой в глазах сказал, папа, любую. А вот здесь растерялся папа. И он сказал, как, я же хотел, чтобы я его передал, педагогу, и потом забрал. А сам бы в это время побыл наедине с собой. Так вот здесь вот добавлю, есть две категории детей. Есть те дети, которые спешат вырваться из-под родительской опеки, и они рвутся в секции, рвутся в школу, потому что там они отдыхают от своих любящих, гиперлюбящих родителей. Есть те дети, которые, наоборот, испытывают дефицит родительской любви. Те дети ни за что не начнут без папы и без мамы. Мне очень понравился ответ мужчины, который говорил о шести внуках. Он сказал, с одним внучком мы занимались, а пять других они развивались самостоятельно. Поэтому нужен индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Здравствуйте, меня зовут Говарова Арина. Моё мнение — это то, что ребёнок, он же сам учится в школе, и получается, он сам усваивает материал, слушает учителя. И если ему там что-то непонятно, то он должен сам открыть учебник, прочитать эти правила, и потом сам разобраться. Если всё-таки родитель, он же не учится в его школе, не учится в его классе, это, как сказать, новое обучение. Более такое... 21 век, можно так сказать. Арина, скажи, пожалуйста, были у тебя такие ситуации, когда ты, например, делаешь уроки сама, а вот родители прям хотят тебе помочь, не знаю, реферат за тебя написать, или вот эта тема интересная, а ты, мам, пап, да я сама справлюсь, нет, ну подожди, давай поможем. Ситуации были у тебя такие? Нет, такого у меня не было, но вообще мама, она пытается помочь мне всегда, вот мы с ней всегда начинаем историю читать по вечерам, и теперь это мой любимый предмет. Отлично. Аплодируем, спасибо. Еще одно мнение. Меня зовут Брагарева Наталья. Мое мнение базируется на разнице воспитаний троих наших детей и результата, которые мы получили к семи годам походя в первый класс. И вот женщины обладают несколько другим складом ума. А мы уже сейчас говорим о какой-то проблеме и о ее расхлебывании, да? Вот по сути дела. Конечно. А мужчины более прагматичны, но во всяком случае это в нашей семье. И вот когда папа наш со старшим ребенком, с Евой, вот он тоже сидит рядом, заставил ее пойти, обратить внимание на подготовительную школу с пяти лет, мы после этого ни разу не делали с ней уроки, вообще ни одного раза. Она учится в восьмом классе и учится на пятерке. А со вторым ребенком она пошла за год до школы. И мы не выработали, мы не успели подготовиться. Причем качество, усидчивость, амбициозность такая, аккуратность у детей одинаковая. И вот сейчас мы имеем проблему. И он сам лично подготавливал ее параллельно к математике. Она сейчас смеется над заданиями. А русский был на мне, а я его слила. Поэтому с русским мы сейчас имеем проблемы. Вот на самом деле, ребят. Поэтому третьего в пять лет надо отдавать. И отдавать профессионалам. Если, конечно, у семьи есть на это маломальские средства, надо отдавать в руки профессионалам. Не брать эту ответственность на себя. И тогда ребенка будет самостоятельность, ну как-то вырабатываться, что ли. И тогда мы себя от этого убережем. Потому что помощь, вот эта насильственная помощь, она же действительно бывает и агрессивная, когда в конце дня, не надо об этом забывать, умалчивать, да? Когда уроки и непонимание, и мы начинаем... Конечно. Тем более самые интересные новости. Мы узнаем часов в 10, наверное, вечера. Мы узнаем, что нужно написать реферат по географии, что нужно принести метр ткани на технологию, что нужно сделать три упражнения по математике, и два упражнения по русскому «Мам, ты мне поможешь». Выучить стихотворение, да. И здесь, да, благие намерения наши, конечно. Каким бы добрым родителем ты ни был, не факт, что ты отреагируешь оптимистично. Поэтому у кого сейчас пятилетки, прям вот куда-то в образовательные центры. Они тоже, конечно, бывают разные. Но в любом случае это будет лучше, чем домашняя подготовка. Спасибо за ваше мнение. Я аплодирую вам. Аплодирую вашей семье. И в единственном папе в нашей сегодняшней студии. Давайте бурные аплодисменты. Мы его еле затащили. Он не любитель. Я вас понимаю. Я вот можно как раз откликнусь на то, о чем вы рассказали. В одной и той же семье дети получают разное количество внимания. Так складывается. Старший ребенок часто он гиперответственный. Он самостоятельный более. Младшие дети, они все более и более расслабленные. И действительно, например, старшие могут появиться в семье, когда оба родителя студенты, когда они заняты, когда вечеринки, когда бабуля посиди, вот спасибо, мы там куда-то сходим. И, конечно, у ребенка больше накапливаются возможности для проявления самостоятельности. А вот младшие, они уже больше, как бы, и появляются в тот период, когда уже и родителям попроще, и внимания могут больше дать. И вот обратила внимание на то, что вы говорите, у нас проблемы с русским языком. У вас тоже? У нас. У нас проблемы с математикой. У вас тоже? У вас нет проблем с математикой, с русским. У меня новость для вас. Это у нее проблемы с русским и математикой. И вот, когда родитель говорит у нас, я понимаю, что этот родитель будет помогать делать уроки, и его никакими силами не оторвать от ребенка, если, конечно, он не придет на прием и скажет, помогите мне, а не помогайте ему. Как нам организовать этот процесс? Я вот готова поспорить. Да? Нет, нет, это для меня это каторга. Папа берет на себя эту почетную обязанность, каторга делать уроки. Может быть, для вас это каторга, но вы эмоционально переживаете. Я контролировать могу, вот, кстати говоря, контроль, да? Не помощь, а контроль должна быть. То есть папа сидит, а вы контролируете? Да и папа не сидит. А как это происходит у вас? Ну папа это держит на большем контроле. Какие у тебя уроки? Ты подготовила лишь школу, он реально снимает с меня вот этот груз ответственности. Ну обычно как бы женщины, да? Нет, конечно, когда супруг помогает, это очень здорово. Не знаю, ну мы это, может быть, я обобщила как бы целостность семьи, не более того. Но вот уроки, не знаю, для меня с моим характером, у меня тоже куча красных дипломов, все хорошо у меня с русским и с математикой. Слава Богу. Так больше, чем это видео. Спасибо большое. Аплодируем вам. Валерия Сергеевна, а теперь я хочу обратиться к вам. Звучали также у нас мнения, что нужно помогать только в начальной школе, либо до пятого, шестого класса, или в меру. Вот это меня вообще заинтересовало. Как понять, где эта мера, если все обобщить, если все-таки родители помогают, то до какого возраста целесообразно это делать? Самое чудесное слово здесь на самом деле было в меру. И если говорить о задачах родительства, то наша основная задача – это научить наших детей жить без нас. Делать задания без нас и справляться со своей жизнью тоже без нас. И на самом деле, к тому моменту, как ребенок идет в школу, у него должны быть определенные навыки, определенная зрелость, которая ему помогает осваивать эту самую школьную программу. Что мы имеем по факту? Первое. Есть, наверное, такой массовый психоз, по-другому не назову, гонка за образованием, читать и писать раньше, чем говорить и ходить. Ну и что-то в таком духе. И мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что дети не готовы осваивать, не умеют, а родители включаются вот в этот образовательный процесс с огромным азартом. То есть нравится там маме или папе часто самим заниматься. Конечно, вспомни школьные годы. И нет, что делают это там за ребенка, да. И возвращаясь к вот этому вопросу о времени, на самом деле, если мы говорим вот так очень в среднем, то целесообразно сопровождать процесс выполнения домашних заданий в начальной школе. То есть первый класс, ну, возможно, второй класс, когда мы действительно учим ребенка организовать себе рабочий стол, рабочее пространство, проследить вот этот этап, когда он записывает домашние задания, а у нас по нашим нормативам второй класс, собственно, начинаются домашние задания, как это должно быть, да, а не так, как мы часто сталкиваемся в первом классе. Выполнять их, контролировать, собирать портфель. И вот этот момент, когда ребенок может делать самостоятельно, он индивидуален в каждой семье. И здесь мой, наверное, совет родителям смотреть по готовности ребенка, да. То есть вот как я с родителями на приеме обсуждаю вот это. Вы сидели сначала и включались очень плотно в процесс, вы следили. Дальше вы начинаете потихоньку передавать ответственность ребенку, да. То есть выполняет задание, я пока рядом с тобой сижу. Когда вы рядом сидите, вы выполняете, ну, такие две функции. Первое, это такое внешнее внимание, то есть, ну, ребенок вряд ли начнет играться, катать по столу ластик, играть с кошкой, да. То есть вы обеспечиваете то, что он занят тем, чем должен. И второй момент, вы рядом, на тот случай, если возникнет какой-то вопрос. Если нужна помощь, конечно. Если в течение, там, определенного времени ребенок справляется самостоятельно, вы начинаете покидать комнату потихоньку. То есть вы обозначаете сначала, я пойду поставлю чайник, идете ставить чайник, возвращаетесь. Да, бывает же ситуация, когда ребенок в буквальном смысле тебя не отпускает. Мам, сиди рядом, тогда я буду делать. Как только ты встаешь, ребенок перестает делать, и он как бы начинает тобой манипулировать. Здесь два момента. Первое, ребенку может не хватать родительского внимания, и может здесь вторично включаться манипуляция. И второй вариант, когда сложности с вниманием. Очень много детей, в том числе академически успешных детей, имеют сложности с вниманием. Спасибо большое. Индивидуальный подход, наше все. Слышу я, да? Спасибо большое. Дарья Валерьевна, скажите, пожалуйста, а видно ли, когда все-таки ребенок сам подготовился, написал реферат, сделал домашнее задание, или все-таки рука папы или мамы побывала в его тетрадке? Конечно, видно. Конечно, видно. Но здесь тоже могут быть два варианта. Первый вариант, когда родители, вот то, о чем мы уже говорили, делают, задание за ребенка. То есть открываешь, например, тетрадь, и там прямо написано маминой рукой. Аккуратненько все. Аккуратненько все. И видно, что у мамы и красный диплом, и второй красный диплом. Но совершенно очевидно, что для ребенка в этом никакой пользы нет. То есть сам он материалом не владеет, даже на уровне, то, о чем говорили там люди, которых опрашивали. Слушай, ростовчане, да? Да, ростовчане. Они говорили о самом, на самом деле, низшем уровне вообще обучения, усвоения материала, да? Но он даже этого не может делать, не говоря уже о том, чтобы эти знания мочь применить на практике. Ведь у него этих знаний нет. Эти знания прекрасно усвоила его мама или папа. Однако, если все-таки вкладывать в слово «помогать» смысл сопровождения, то проекты большие какие-то, выполненные совместно с родителями, иногда приносят огромную пользу всей семье. То, о чем говорили мои коллеги. Во-первых, это общение, это взаимодействие. Действительно, ведь отношения тогда становятся более доверительными. Ребенок понимает, что мама и папа, они рядом. Если у меня есть трудности, они помогут мне с ними справиться и научат меня способам деятельности, которыми я в дальнейшем могу пользоваться в жизни во взрослой. И тогда эти проекты действительно становятся чем-то важным и для самого ребенка, и для семьи. Они и выглядят хорошо, достойно. И это действительно является частью опыта детского в том числе. Вот тогда я поддерживаю, конечно, участие родителей в помощи детям с домашним заданием. Так что, дорогие родители, как бы вы ни старались писать реферат и делать вид, что писал ваш ребенок, все равно мудрый и внимательный, зоркий взгляд преподавателей все различит. Спасибо большое. Аплодируем вам. Я как раз поддерживаю сторону тех родителей, которые помогают делать уроки. Причем я это прошла на собственном опыте с первым сыном, когда я не вмешивалась в образовательный процесс. Подготовил ребенка к школе специалист, и все было хорошо. Мальчик очень умный, но в определенное время как-то все ускользнуло у меня из рук. Но, может быть, недостаточно было внимания, куда внимание, туда энергия, да, и ты помогаешь ребенку. И, допустим, уже в пятом классе я уже не знала, чем ему помочь, потому что на вопрос «мама, помоги что-то сделать» у меня не было информации, как это сделать. И обращаться к специалистам постоянно тоже было неправильно, потому что предметов-то много. И вот со средней своей дочерью, которая против того, чтобы родители помогали. Да, она у вас очень самостоятельная. Да, вот такой у нас опыт, что мы вместе начали заниматься какими-то предметами. Вот про историю. Могу сказать, что, начиная с ней читать историю по вечерам, мне стало самой интересно, и моя задача была заинтересовать ее в том, чтобы она разобралась в странах, в сказках. Сейчас вот пятый класс, эта история как раз очень интересная. Сейчас мы Грецию проходим, решили поехать туда отдохнуть, чтобы все это лично увидеть. Вот. И, знаете, все же, наверное, я поддержу мнение и стороны, которая против того, чтобы родители участвовали в уроках. Мне кажется, самое главное им привить навык. Навык выполнения этих заданий. И заинтересовать. Да, и заинтересовать. Дальше, конечно, у нас своих дел достаточно, и жизнь очень активная сейчас, и есть что изучать нам, взрослым, постоянно. Поэтому приучить ребенка выполнять ежедневно, то есть чтобы это было определенное время, когда он учит уроки, знаете, чтобы у него в расписании было, то есть вот в это время я учу уроки. Это важно для нас, для родителей. И навык, как изучать, как вникать, какие незнакомые слова ему там попались, и как он их разбирает. Увлеченная наша мама, спасибо вам большое. Я представляю, как интересно с вами учить историю по вечерам. Аплодируем вам. У меня вопрос, Екатерина, к вам. У меня дочь пошла немножко раньше, чем в 7 лет в школу, была адаптация до школы, как положено. И потом, когда отучились детки 2 месяца в первом классе, им объявил психолог, мы приглашали в класс, там немножко с дисциплиной у них неполадки. И пригласили психолога, и она сделала вывод по детям, по каждому ребенку, что 70% детей не готовы к школе. То есть, когда они уже в процессе учебы. Вот как теперь дочери помочь? Ей действительно трудно. Она иногда приходит, плачет, там, ну, говорит, много задают, да. Во время домашних заданий она бывает, что отвлекается, там, я пойду воды попью. То есть, я вижу, что для нее это утомительно. Вот как ей немножко помочь, чтобы она вошла вот в этот ритм. Да, очень хороший вопрос. Вообще, вот вы обратили внимание, что тема помощи родительской, она вот чем-то заряжена. И почему так, я объясню. Потому что каждый родитель чувствует какую-то вину. Она на 100% я хорошая, или на 90%, а может на 50%, не дай бог. А вдруг там что-то я не доделываю или переделываю. И вот мы начинаем напрягаться. Вот здесь есть четкие ориентиры. И для вас, да, и вот для студии, и для меня. У нас психологов готовят. И их учат одному правилу. Знаете, какое правило? Если к тебе пришел клиент на прием, и ты хочешь ему помочь чуть-чуть больше, чем он сам, все, ничего не получится. То есть, это как сообщающийся сосуд. Если ты хочешь, чтобы ребенок твой сделал лучше, чем он сам хочет, он это чувствует, и тогда кому это надо? Тебе. Тебе. Хотя до этого проблемы были у него, но в этом году были у нас проблемы, понимаете? Я вообще не приставала к нему с русским, но я переживала очень сильно, как он сдаст, какие у него будут баллы. То есть, эмоциональная моя вовлеченность позволяет ему говорить, да все хорошо будет, быть абсолютно расслабленным. Хорошо ли это или нет, другой вопрос. Ну, сдал он, забегая вперед, русский язык, хорошо. Но если речь идет о начальной школе, да, то здесь важно передавать ответственность. Вот, например, как я это сделала в начальной школе своему ребенку, да, когда он очередной раз валялся на столе и говорил, что, в общем, все нормально, да, и стоило мне уйти, и он расслаблялся. Я ему сказала, слушай, знаешь, я подумала, а ведь это ты завтра будешь стоять перед всем классом, не готовый, а я-то дома буду. Ты знаешь, я вот подумала, что ведь это тебе будет завтра, так неловко при всех не знать. В общем, хочешь валяться, лежи. Сказала я и вышла. Через 10 минут, проходя мимо его комнаты, я увидела, как он что-то там пишет. Так вот, если говорить о вашей дочери, да, дорогие друзья, наши амбиции иногда заставляют нас, чуть-чуть ребеночка подталкивать. Ну, правда способный, правда получается. Но, если еще она не готова, не созрела к обучению, то тогда ей будет сложно. Особенно это касается мальчиков. Мальчики, которые идут в 6 лет, у них вплоть до того, что невротические различные возникают нарушения. Это и логоневрозы, это и излексия, дисграфия. То есть очень-очень много всяких нарушений. Как помочь? Конечно же, вот раз она уже пошла и раз она уже трудится, то усиливать вот ту часть, которая для нее приятна. Ну, например, совместные какие-то прогулки, совместные занятия, обязательно спорт, свежий воздух. То есть формировать для нее вот то, что ее радует. Формировать то, что позволяет ей расслабиться. Спасибо, Екатерина Владимировна, аплодируем. Дорогие эксперты, еще вот время пролетело. Тема очень интересная, она очень важная. Один вопрос мы только не рассмотрели. Но я надеюсь, что вы поможете, делая вывод, нам разобраться и в этом вопросе. Очень кратко, буквально тезисно, помимо вашего вывода, все-таки я бы хотела услышать. Я стала свидетелем ситуации, когда мама считает, что помогать ребенку не нужно, а папа считает, что нужно. И вот если в этой семье родился ребенок, и происходит такой конфликт непонимания, конфликт между мамой и папой, и ребенок еще становится как бы яблоком раздора в данной истории. Валерия Сергеевна, очень кратко и тезисно. Хорошо. Мама и папа до рождения ребенка гипотетически рассуждают о том, надо или не надо. Я предлагаю к каждой конкретной ситуации обратиться. Вот сейчас, сегодня, с учетом того, что задано, был ребенок в школе или не был ребенок в школе, нужно заново ему объяснять вот этот материал, тогда и решать уже, да, конкретно сегодня мы помогаем. То есть можно в какой-то день помочь, в какой-то нет. Спасибо. И обратитесь к нашим зрителям, скажите им что-то важное по традиции. Любите своих детей, оставайтесь с ними рядом, но помогайте дифференцированно тогда, когда это действительно нужно, тогда, когда ваша помощь будет идти во благо, а не во вред. Спасибо большое. Аплодируем вам. Дарья Валерьевна. Если касается вот этой жуткой ситуации относительно того, что мама, допустим, считает, что нужно помогать, а папа считает, что нет, я совершенно согласна с Валерией, потому что ситуации бывают разные. И я тоже за то, чтобы решать проблемы по мере их поступления или, как говорят инженеры, сверлить по месту. Поэтому мне кажется, что если люди создали семью, в любом случае они много раз уже договаривались. И почему бы не договориться и в этот раз тоже. И что касается такого учительского взгляда на то, стоит ли помогать детям с домашним заданием, мне хочется сказать, будьте рядом, будьте поддерживающими родителями для своих детей и уважайте их, чтобы они сформировали свой жизненный опыт и свой взгляд на то, как взаимодействовать с этим миром. Спасибо большое, аплодируем вам. Екатерина Владимировна. Дорогие родители, конечно, помогайте. Помогайте, еще раз помогайте ребенку стать более самостоятельным, переложить на него ответственность за его уроки. И как только вы увидите, что он справляется самостоятельно, считайте, что вы помогли ему на все 100%. Спасибо. Дорогие родители, помогать ребенку с уроками или нет, решать только вам. Но помните, что иногда дети просят вас о помощи, еще и потому, что просто хотят пообщаться с вами, посидеть рядом, что-то обсудить. Подумайте, достаточно ли времени и внимания вы уделяете своему ребенку, насколько он вам доверяет и может ли рассчитывать на вашу поддержку. Есть над чем подумать, не правда ли? Формируйте доверительные отношения с детства, и тогда, поверьте, многих проблем в будущем можно будет избежать. Любите своих детей. На этом я, Марина Орлова, с вами прощаюсь. До встречи.